Музей третьего тысячелетия. Каким он должен быть, чтобы зрители не зевали от скуки, а если и раскрывали рот, то от удивления и восторга? Сегодня в программе говорим об инновациях и старинных традициях. Музей в современном мире не может оставаться только музеем на какой-то реальной территории, земной, скажем. То есть он выходит в электронное пространство, вы этим тоже занимаетесь? Есть сайт у вас прекрасный? Да, на самом деле музей, поскольку это такая история, мы не государственный музей, мы его только формируем. И вот год назад мы начали проект, он так и называется, проект «Народный костюм Калужского края». Этот проект включает в себя несколько направлений. Первое направление мы уже реализовали, это создание электронного каталога калужского костюма. Вот, в чем была проблема? Объясню просто. Интересует калужский костюм. Вот, например, Даму, она хочет что-то себе в этом сделать, в этом стиле калужского костюма или какой-то там хор, да? А по факту они не могут нигде увидеть этот калужский костюм. Вы представляете, до чего дошло? Фактически. Не серьезных изданий, да? Они набирают в интернете калужский костюм, в лучшем случае две-три картинки какие-то, да? Это не систематизировано. Никакого издания, посвященного именно традиционному калужскому костюму, маломальски полноценного, нет. И вот мы поставили перед собой задачу систематизировать все, что знает сообщество, так сказать, этнографическое сейчас о калужском костюме. Вот. Более того, визуализировать это, то есть сделать фактические фотографии всех сохранившихся костюмов, которые доступны для фотографирования. И, так сказать, сделать электронный каталог с этими фотографиями. Вот. На данном сайте у нас называется этнокостюм.ру. Вот. Мы сейчас выставили там фотографии 130 костюмов Калужской области, различных районов. Вот. Мы отфотографировали несколько крупных коллекций. Вот. Помимо своей фотографируем коллекции небольших домов культур, муниципальных музеев. Вот. То есть те организации культуры, которые нам дают доступ, так сказать, к своим фондам, условно, да? Вот. Мы их фотографируем все очень в одном образе, на манекенах. Стараемся фотографировать комплексно. Вот. То есть чтобы человек представил себе, как бы, образ весь, да? А не отдельный предмет. И потом гадать, как это все сложить между собой. Мы сделали этнографическую карту калужского костюма. То есть можно тыркнуть на район, сколько там костюмов у нас есть отфотографировано. И посмотреть их всех перед, зад, все детали отдельно сфотографированы. Вот. Считаю, что это большое дело. Второе направление проекта – выставочная деятельность. Мы вот участвовали, нас приглашали в выставке в Доме музыки в Калуге. В Доме музыки. Практически выставка, если так можно сказать, о музее. В инновационно-культурном центре. Именно калужский костюм. Вот традиции калужского края. И очень часто костюм выставляют без головы, выставляют без ног, да? Костюм – это образ, да? Вот. Кукла. И, соответственно, чем больше она похожа на образ, тем лучше мы увидим тектонику костюмового структуру, да? Форму этой женщины, да? Ну, вот, соответственно, вот мы попытаемся на выставке это донести, да? Чтобы его увидели и с головными уборами. Мы практически все костюмы, которые будут на выставке, будут иметь головные уборы. Это большая редкость, так сказать, в старинном костюме. Вот. А также мы изучили, как носили анучи, значит, лапти. Какого типа лапти, да? Там большой-большой. Мы за пять лет собрали коллекцию лаптей местных. И они реально отличаются от лаптей других регионов, да? Пробовали сами надевать лапти? Нет, сами пробовали. Ну, девчонки, которых мы одеваем, вот, для фотографии альбома, они говорят, что прекрасно. Удобно, да? Свежо, да. Прийти на вернисаж и буквально с порога стать частью народного хоровода. В инновационно-культурном центре экологии рады не только современной хореографии. Здесь с радостью отдают пространство под исконно русские традиционные проекты. Вот и новая выставка погрузила гостей в магию русского костюма. Выставка потрясающая. Можно сказать, одна из самых первых такого качества, такого объема, ну, и, скажем, такого количества. Почему-то всегда считалось, что калужский костюм не самый яркий, не самый интересный. На самом деле мы сейчас вот можем наблюдать о том, что он разный, вариативный, и каждый может здесь найти себе то, что он хотел бы. Где-то яркость, где-то скромность, где-то праздничность и повседневность. Ну, и, конечно, поражает качество не только сбора, а именно подход к собирательству и изучение калужского костюма. Костюмы представлены от одной руки, от одного дома, и, можно сказать, практически из одной семьи, что очень ценно. Не каждому этнографу еще во времена бытования этих костюмов удавалось собрать в таком комплексе эти костюмы. Здесь это почти во всех случаях представлено. Ну, и самое главное, представлена идея, как носить русское, как носить калужское, и как это красиво быть в калужском. Много лет изучению русского народного костюма посвятила и Татьяна Хвалебнова. Придя на вернисаж, она попала в родную стихию и верит, у таких проектов высокая миссия. Сейчас девочки поют, а у меня мурашки по коже бегут, потому что, ну, мне это очень близко. Я прохожу и сразу, ага, это Юхана, потому что это Смоленская губерния. Вот, вот на той стороне Борятина, я сразу смотрю, поняла, какая она. В этой экспозиции все костюмы подобраны именно так, какие они должны быть. Вот, то есть, вообще, это, я даже удивляюсь тому, что в наше время, вот в 2000-е годы, они собрали такую громадную коллекцию. Вот это начинание, наверное, даст толчок для того, чтобы больше людей интересовались традицией, именно калужской губернии. Уже на вернисаже стало ясно, магия русского костюма интересна многим. Некоторые зрители приехали из других городов. Ценность необычная в том, что комплексы полностью собраны. Каждый комплекс от отдельной хозяйки. И полный комплект, понимаете, такое редко встретишь вообще и в музеях, и что достоверно подчеркивают, что, а какой костюм красивый. Обратите внимание, что это делали простые русские женщины, не обучавшиеся ни в каких академиях, не владеющие там какими-то сумасшедшими техниками, а всё сделано вручную. И это поражает. Тонкость, изящество, гармония, такая красота, такое разнообразие, обилие деталей. Народных костюмов в коллекции музея Югновграда уже больше тысячи. На выставке в Калуге в ЭКЦ показана только их малая часть, но зато какая. И теперь каждому видно, одежда крестьянок Калужской губернии – целый космос, огромная вселенная и пока ещё малоизученная. В этом году мы делаем вторую выставку практически подряд, посвящённую году культурного наследия народов России. И мы хотим, чтобы всей той молодёжи, которая является постоянными посетителями, участниками мероприятий инновационного культурного центра, чтобы этим молодым людям здесь было интересно, чтобы было познавательно. Традиции – это передача огня. Вот мы будем передавать огонь. И третье направление нашего проекта – это подготовка альбома, посвящённая Калужскому костюм. К сожалению, в Калужской области нет такого альбома, не было издано. Было издано несколько изданий, посвящённые вышивке Калужского края, ну и небольшие. А вот такой красочный альбом, который сможет рассказать всеобъемлюще о Калужском традиционном костюме, о локальных традициях каждого района, о влиянии самой Калужской традиции на другие регионы, влияние других регионов на традиции Калужской. Указать в старинной фотографии в одном издании, которые были посвящены нашими предшественниками исследованию Калужского костюма. Вот такого издания, к сожалению, нет. Во многих регионах уже есть. Вы сами могли предположить в ранней юности, скажем так, что когда-то у вас будет вот такая коллекция. Были какие-то предпосылки, что вас увлечёт именно вот это направление? У меня первая профессия с юности – это парикмахер. Вот. И мне не чуждо, так сказать, женский мир, да? Это бы не было какого-то контраста, если бы мне кто-то рассказал в юности, да? Вот. Меня привлекает красота, эстетика, да? Вот. Это то, что делает мир красивее и счастливее, да? Поэтому это прекрасно. Тем более сам Юхновград, он тоже такой в него русском стиле построен, домики. Конечно, конечно. Назвался груздем «Полезай в кузов», да? К сожалению, сейчас многие проекты, направленные, так сказать, используют вот эту вот тему традиционной культуры, но используют её, ну, не то чтобы не научно, да, а слишком поверхностно, да? Вот. И это несёт в себе определённые искажения и неправильное восприятие этой русской традиционной культуры, да? Вот. Поэтому это наше национальное достояние, вот. И мы должны к этому относиться бережно и научно. Образы, посылы, экскурсии, которые мы их создаём, они должны соответствовать, как бы, правде. Насколько люди вообще откликаются всё-таки? Очень хочется, чтобы это получило развитие действительно такое, чтобы люди оценили. Ведь это получается в одном месте централизованно собирается такой богатый материал. Ну, смотрите, если человека запустить в прекрасный зал, где стоят, там, вот, всё, что может Калужская область показать, из того сохранившегося, столетнего, традиционного, то человек пройдёт, наверное, за пять минут его туда-сюда и выйдет, да? Вот. И это я наблюдаю, поскольку мы делали у себя в галерее искусств в Юхновграде, делали выставку. Она у нас полгода стояли, эти костюмы, да? Такой мощный они стояли, как орда такая. Да, ну, потому что их было много, а мы параллельно занимались исследованием, атрибуцией, подготовкой их к фотографированию, к альбому, к электронному каталогу. Ну, вот, они это пять минут занимают, да? Ну, вот, если ему нечего делать, может быть, десять. Если они сталкивались со мной или с моими коллегами, которые участвуют в этом проекте, да, то время тянулось бесконечно, да, и, так сказать... Я на себе сегодня испытала. Либо ты их уже выпроваживал, да, потому что у тебя есть другие дела, да, либо у них какие-то дела, и они уходили, да? То есть речь идёт не о том, что у тебя есть, да, или, так сказать, не о предмете, который ты показываешь, а вопрос о том, как ты его показываешь, да, как ты о нём рассказываешь, скорее всего, да? Вот. А костюм – это не просто тряпочки, которые висят тогда такие, тогда сегодня другие. Это вселенная, это мир такой, да? Да, это целый, целый. Ну, конечно. Во-первых, женщина половина своей жизни, вот прям по-настоящему, вот тогда, там, в девятнадцатом и в начале, до тридцатых годов, она посвящала изготовлению, так сказать, материала, там, этого костюма. В двенадцати, да, начинали? Половина своей жизни, да, то есть это для неё очень значимо, да. Вот. Во-вторых, на этом костюме можно посмотреть, не знаю, экономику семьи крестьянской, да, на, если мы обратим внимание на узоры, на это мы можем узнать о мировоззрении, о мифологии этой крестьянской, да. Нашего края. Вот. Если мы увидим там какие-то покупные элементы, мы можем узнать о развитии мануфактуры в конце девятнадцатого, начале двадцатого века. Это тоже очень интересная тема, да. Вот. Обряды, связанные с этим костюмом, народные праздники. То есть это отражение. Крестьянский мир, он синкретичен. То есть не разделялось это костюм, это религия, а это работа, да. Да, все это было смешано в одно такое вот общее миропонимание. И через этот костюм можно прикоснуться, можно узнать это миропонимание. И вот здесь это удивительно, потому что это удивительно, ты как будто о себе узнаешь что-то. А вопрос в том, что почти каждый посетитель, будь то он из Москвы или из Калуги, он родом из деревни. Если не сам, то его мама. Есть корни. И он знает эти корни, он был в этой деревне, ему рассказывали, есть в памяти. И когда ты начинаешь рассказывать на примере этих костюмов о жизни крестьян, да, вот, о их бытии, о их нравах, о их верованиях, о обрядах, вот, то возникают аналогии из памяти, которая у них есть. Человек это воспринимает очень близко к себе, вот, и он заинтересован. Получается, музей вот готовится сейчас расширить свои площади, да, вот на первом этаже появится зал. Мы представляем себе краеведческие музеи, в принципе, то, что мы сейчас видим вот здесь, да, это тоже вот как стандартный краеведческий музей, вот, навалено все немножко. С детства чуть-чуть. Да, 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 вот, это, конечно, мило, да, но тенденция современной экспозиции, она должна быть другая, да, мы уже живем в 21 веке. В первом веке, на третье тысячелетие, да. Конечно, конечно, должно быть специальное освещение, музыкальный фон подобран, предметы должны быть экспонированы, там, так сказать, экспликация должна быть правильная. И самое дело, это должно быть вкусно и современно, да. Ну, вот мы на первом этаже нашего музея подготовили зал 120 квадратных метров, там, с четырех-пятиметровыми потолками, с правильным нам освещением. И вот после выставки мы, так сказать, эту экспозицию уже поселим на длительное время. Вот, и можно будет приехать и посмотреть калужский костюм в современной экспозиции. Ну, в принципе, на выставке это смогут сделать все калужане и гости выставки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова